Дорожный знак, пешеходный переход и специальная разметка. Некоторым не указ. Светлогорский 8-летнего мальчика на зебре сбила легковушка. Накануне в половине 10 вечера ребенок с отцом переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Заметив приближающийся автомобиль, мужчина шагнул назад на обочину. Выхватить сына из-под колес Лексуса отец не успел. Водитель остановился и вызвал милицию и медиков. Однако до приезда скорой пострадавшего отвез в больницу водитель одной из проезжавших мимо машин. Мальчик вместе с своим отцом возвращался после выгула собаки и переходил проезжая часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. В результате транспортного происшествия мальчик получил телесное повреждение, с которым был госпитализирован реанимационное отделение больницы. Отец не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняют следователи. Уже известно, в темное время суток данный участок дороги освещен одним фонарем. Подходы просматриваются слабо. Сотрудники госавтоинспекции просят граждан, ставшими очевидцами ДТП, обращаться по номеру, указанному на экране. С начала года на территории Гомельской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, в которых 10 детей получили травмы различной степени тяжести. Из 9 ДТП только 2 ДТП совершено по вине самих детей. В Гомеле и Калинковичах найдены подростки, пропавшие 27 и 29 апреля. Они находятся дома. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. 17-летняя Кристина Транькова 30 апреля сама вернулась домой и пояснила, что находилась в гостях у знакомых. Александр Михневич, 2002 года рождения, найден накануне поздно вечером в Калинковичах. Лишение свободы на срок от 3 до 7 лет грозит гражданину Украины и россиянину, которых задержали за контрабанду наркотиков. Гомельская таможня возбудила два уголовных дела по данной статье. В пункте пропуска Терюха служебная собака указала на пассажира поезда, который в пачке сигарет припрятал запрещенное вещество. В Новой Гуте у пассажира легковушки в кармане также был найден наркотик. Обнаруженные вещества направлены на экспертизу в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области, где подтвердили, что опасное наркотическое вещество, неиспользуемое в медицинских целях, гашиш. В настоящее время граждане задержаны. В Гомельской таможне возбуждено два уголовных дела в отношении данных граждан. По части 1 статьи 328.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией или без конфискации имущества. В окончании выпуска оперативной информации от спасателей. За прошедшие сутки в регионе зарегистрированы два крупных пожара. Люди не пострадали. В Уваровичах Будокошелевского района накануне днем полыхал кирпичный гараж. Огонь уничтожил кровлю. Одна из версий ЧП – неосторожное обращение с огнем. В полночь из агрогородка Вижны в Светлогорском районе поступило сообщение о возгорании бани. Строение полностью уничтожено. Причина пожара устанавливается. Таков обзор происшествий за сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4.